Никто не забыт и ничто не забыто. Спустя 75 лет выяснилась судьба еще одного героя, который сложил голову на полях сражений Великой Отечественной войны. Ивана Петровича Еремеева долгие годы считали пропавшим без вести. Его правнучка, жительница Люберец, нашла следы своего родственника фронтовика и поделилась с нами своей историей. Вот эта фотография сделана для акции «Бессмертный полк» с вот такой вот фотографией. К сожалению, поэтому качество не очень, но маленькая фотография очень ценна для нашей семьи. Если я останусь жив, я пришлю еще одно фото. Это была последняя весточка от Ивана Еремеева. Накануне нового 43-го года он отправил с фронта маленькую фотографию. Запись на оборотной стороне оказалась пророческой. Спустя почти год после этого послания солдат погиб в госпитале под Брянском. Но об этом семья героя не знала до сих пор. Ивана Петровича больше не считают пропавшим без вести благодаря его правнучке. Юлия Карева добралась до истины с помощью поисковых отрядов. 11-я армия воевала и в направлении Смоленска, и в направлении Брянска. Вот как бы эти два города и были отправной точкой, где я искала. Братская могила, где похоронен прадед Юлия, оказалась в Брянске. Все эти годы поиски героя не заканчивались успехом из-за ошибки в его фамилии. Трудности были из-за того, что на протяжении этих лет менялось название населенных пунктов, где воевал Иван Петрович. Мой дед, его сын, его искал. Писал запросы через военкомат, ну где возможно. Всю жизнь он свою положил на то, чтобы найти. Но, к сожалению, безуспешно. Когда дедушка уже умирал, я ему обещала, что я дело продолжу и что обязательно найду. И нашла. Я ездила на братскую могилу, мы возложили цветы. Я очень счастлива. Теперь эта фотография – главная семейная реликвия. Каждый год 9 мая ее можно увидеть в колонии бессмертного полка. На этот раз акция пройдет в непривычном формате. Но для Юлии это не повод не принять в ней участие. Даже в формате онлайн наша семья обязательно примет участие, потому что это очень важный день в истории нашей страны. И мы должны просто почтить память наших предков.